Новое видео выходит каждый день в 20.00 Итак, чуваки, зная мою лень, можно со спокойной душой предположить, что данный топ выйдет сразу или практически сразу после топа про тупых самп-ютуберов. Поэтому, если что, если вы до сих пор не видели топ тупых самп-ютуберов, то я вам рекомендую его прямо сейчас посмотреть и с ним ознакомиться, чтобы понимать, кто в нашем дорогом самп-ютубе тупой, а кто в нашем дорогом самп-ютубе умный. И сразу стоит вам сказать, что если какой-то человек, какой-то умный самп-ютубер не попал в данный топ, это не значит, что я не сделаю вторую часть, куда бы смог попасть данный человек. Или там, знаете, или третью часть, куда бы смог попасть данный человек. Или, знаете, четвертую часть, куда бы смог попасть данный человек. Или, ну там, знаете, пятую часть, куда бы он смог попасть. Поэтому, если что, не волнуйтесь, и в случае чего, если я обнаружу каких-то умных самп-ютуберов, или я про кого-то забыл, или ещё что-то, то я их обязательно добавлю в какой-нибудь из последующих топов на моём дорогом канале, на котором ролики, хочу вам напомнить, выходят каждый день в 20.00. Ну что ж, давайте приступим. На пятом месте у нас расположился такой человек, как Кейкняж. Он имеет около 6-7 тысяч подписчиков, я уж точно не помню, я вставлю скриншот, вы сами посмотрите. Да в целом, вы что, вы тупые, что ли? Вы не сможете посмотреть? Вот именно, не будьте тупыми, как те тупые самп-ютуберы, будьте нормальными, будьте умными самп-ютуберами, как объективный, и неподкубанный, и авторитетный ваш дорогой Дан Семён с канала TheDansSemion2. Ну так вот, на пятом месте у нас спокойненько расположился Кейкняж, который снимает достаточно разнообразный контент, на вот, знаете, таких фул-РП, и не фул-РП, там, на медиум серверах РП, вот. И старается, так сказать, убить ролеплей, в общем-то сказать. И ролики у него достаточно такие, ну знаете, неплохие. Лично мне они зашли, он тем более уважает моего дорогого, моего самого лучшего друга на свете, Данила Герреру, и это уже заслуживает уважения. А также, несмотря на свой дефект речи, он обладает достаточно таким неплохим голосом, чего нельзя сказать про меня. Поэтому, если вы любите кортавых людей, странно, как их можно любить, этих выблитков тупых, то можете зайти на канал Кейкняж и посмотреть то, как он убивает ролеплей. Ссылочка будет в описании. На четвертом месте у нас расположился друг, близкий, так сказать, половой партнер человека, стоящего на пятом месте Кейкняжа, Лучего. Он является таким вот, знаете, амбассадором, так сказать, убийцей ролеплея, таким вот вместе с Кейкняжем. У него даже трек, вот это вот аудио-видео, вот эта вот композиция у него есть, там, где он вот день, когда мы убили ролеплей. В общем, посмотрите, достаточно интересная такая у него видеокарточка получилась на видеохостинге Ютубе. Он достаточно такой умный GTA-самп-ютубер, он не тупой, он достаточно умный самп-ютубер, тем более он смог обжаловать, насколько я помню, страйк, который ему прилетел с моей помощью. Но, так или иначе, он смог его обжаловать. Совсем забыл вам сказать, что вы, наверное, не знаете, а как же построен данный топ. А топ построен у нас по пребыванию подписчиков, то есть от самого меньшего количества подписчиков до самого большого количества подписчиков. Поэтому, если у вас много количества подписчиков, больше, чем у Лучиги, и вас до сих пор не было в данном топе, то значит, что в скором времени вы тут появитесь. Так вот, на третьем месте у нас находится мой брат по счастью, и, наверное, по несчастью, мой брат по луняше, Ангел Касада. Это достаточно умный GTA-самп-ютубер, достаточно такой целеустремленный, открытый, искренний. Я никогда не замечал за ним какую-то, знаете ли, подмену понятий, или что-то наподобие того. Он всегда говорит достаточно открыто, достаточно правду, всегда рубит такую матку, если вы не знаете. Вот. Советую вам его канал, если, конечно же, вы его до этого не смотрели, ну, мало ли так произошло в вашей жизни, то могу вам достаточно сильно посоветовать данный канал. Считаю, что он заслуживает вашего внимания, он делает там всякие подкасты, всякие там ролики, схожие с моими. Конечно же, он там так не бомбит, как я, он достаточно такой осторожный, аккуратный человек, следит за выражениями. Поэтому очень рекомендую вам канал Ангела Касада, если вы до сих пор его не смотрели. На втором месте у нас расположился Сергей Сорокин. Это, ну, достаточно умный человек, стоит сказать, объективный и неподкупный, как и все люди, находящиеся в данном топе. У Сергея Сорокина мне нравятся практически все его ролики, кроме вот этого вот его Дисона Мараса Шакуры и вот этой смешной озвучки. Лично мне это не заходит, возможно, кому-то другому, кому-то, возможно, из вас, зрителей данного видеоролика это заходит. Но лично мне, нет, ну, это лично мое мнение, мое субъективное мнение. Я никого под него не подстраиваю, у вас, может быть, свое мнение насчет вот этих вот смешных всех озвучек насчет Дисона Мараса Шакуры и не только. И в целом, то есть, я использовал даже вот один его ролик о разоблачении Тофика Дипсайза, как он там снимал подставной пранк с Ричи. Я вот его вот этот вот ролик использовал в моем сам пообзоре на Тофика Дипсайза. И в целом, вам могу посвятовать канал Сергея Сорокина. Смотрю многие его видеоролики. Многие видеоролики, опять же, мне нравятся. И мы подходим к первому месту. Кто же у нас мог расположиться на данном месте? Андрюха Киевский. Он ушел, так сказать, в большой отрыв от всех людей, которые были в данном топе. У него более 50 тысяч подписчиков. Это, можно сказать, батя. Мой самповский батя. Потому что именно из-за него я пришел в САМП-сегмент. Я смотрел его выпуски Выживания на САМП-РП. И меня это так вдохновило в тот момент, что я на своем первом канале Задан Семен решил снимать Выживание на Адванс Ролли Плей. И он, можно сказать, стал прородителем всего моего САМП-сегмента. Поэтому я могу вам порекомендовать Андрюха Киевского к просмотру. Если вы, конечно же, его до этого еще не смотрели. Он достаточно прямолинейный и искренний человек. И именно это я в нем ценю. И также он не тупой, как люди, попавшие в топ-5 тупых самп-ютуберов. В общем, на этом мой топ подходит к концу. Всем спасибо за просмотр моего данного видеоролика. Если вы со мной согласны, оставляйте комментарий. Если вы со мной не согласны, тоже оставляйте комментарий под данным видеороликом. Все прочту, ко всему прислушаюсь. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика.